Просто их сопровождают без остановки, потому что люди, которые верят во Всевышнего, они понимают, что все в руках Бога, все в руках Всевышнего. Моя задача, даст Бог день, даст Бог пищу, служить Всевышнему, учить Тору, Бога бойся, заповеди его соблюдая, в этом есть человек. И такой человек, который живет со Всевышним, он не волнуется, ему чего волноваться. Да, есть землетрясение, есть землетрясение, да, люди вокруг умирают. Сегодня, кстати, у нас урок Лилуни Шамад для поднятия души. Сейчас я скажу, сегодня будут похороны, как раз после урока сразу еду на похороны. Значит, сейчас скажу, как звали папу моего друга. Значит, папу его звали, сейчас я скажу, секундочку. Так, вот мне писали, как его звали по-еврейски, а она, сейчас, секунду. Значит, папу его звали Борис Бен Давид. Борис Бен Давид, его звали. Папу его звали Давид, его звали Борис, и он ушел, Аллах Лиламо, говорят, ушел в свой мир. Значит, и сегодня его будут, вот, похороны будут на Ара-Минухот, на горе Успокоения, да. И вот его сын говорит, да, вот папа пока здесь жил, папа его был советский такой человек, которого воспитали в концепции, в концепции такой какой-то, ну вот, в какой воспитывали советских людей концепции. Как-то им мозг промывали, что Бога нет, там, Дарвина в школе им читали. Знаете, как дети сидят, дети, здравствуйте, дети. Сегодня у нас важный урок, значит, вы знаете, что человек произошел от обезьяны, да, детки, дети такие, вообще, вот это да. А что дети, они проверить могут, разве не могут. Вот, значит, и он был из таких, Маугли называют таких людей, украденные дети, называются они, что как волки Маугли воспитывали, так же прошлые поколения, большинство вот, воспитывали тоже их как Маугли. Воспитывали их верующие обезьяны, которые были атеисты такие, атеисты это верующие обезьяны, грубо говоря. Он верит в теорию Дарвина, Дарвин сам не утверждал, он только, у него теория была такая, да. Значит, хорошо. Теперь, и вот теперь его сын, которому повезло, и он когда-то, я приехал в Киев в 2008 году, и он начал ходить ко мне на уроке Тора, он был тогда еще его сын молодой, молодой очень был студент. И он, значит, вдруг он слышит, что мы изучали Талмуд, как сейчас помню, трактат благословения, и Талмуд, трактат Санедрин. Санедрин, где трактат Санедрин как раз рассказывается, вот эти есть у них доля в грядущем мире, а у этих нет доли в грядущем мире. И как раз он все это услышал, а он умный был, очень парень такой прям гениальный, сопоставил, думает, ну вообще концепция иудаизма намного приятнее, чем концепция Дарвина, да, то есть как бы вообще все понятно. И вот он, значит, приехал сейчас хоронить отца, будет Кадиш по нему читать, и попросил меня провести урок Торы для поднятия его души Борис Бендавид. Хорошо, а мы подошли сейчас к кульминационному событию, кульминационное событие, значит, главы Итро, мы к нему приближаемся, Дарование Торы. Четвертый отрывок недельной главы Итро, напоминаю о содержании в предыдущих отрывках, Итро это был тесть Маше, который пришел, услышав, какие чудеса Бог сделал для еврейского народа при выходе их из Едипта, Итро пришел и говорит, я хочу присоединиться к еврейскому народу, значит, Маше Рабейну говорит, хорошо, и Итро ему говорит, знаешь, Маше, вот я вижу, что все к тебе приходят, и вокруг тебя стоит много людей, мне кажется, что тебе нужно тысячу человек поставить главными над тысячами судей, главными над сотнями, над пятидесятников, над десятками, и так будет правильнее. Маше Рабейну говорит, да, я услышал то, что ты сказал, услышал он, и сделал, как ему посоветовал Итро, после того, как задал этот же вопрос Всевышнему, и Всевышнему подтвердил совет Итро. И вот здесь, почему я сейчас вспомнил об этом, это очень важно. Сейчас я прочту сегодняшний отрывок, он коротенький, и мы обсудим, почему глава, в которой есть Дарование Торы, начинается с вот этого события, что пришел Итро, тесть Маше, и дал Маше совет, и Маше принял этот совет, очень интересное такое начало. Боходы Шашлиши, в третий месяц, когда вышли сыны Израиля из земли египетской, в этот день, Байомазе, пришли они в Медбар-Синай, в этот день пришли они в Медбар-Синай, значит, в пустыню Синай. Как известно, Тора была дана 6-го Сивана, 6-го Сивана, это месяц, вот если Ниссан, это исход из Египта, 14-го Ниссана вышли, потом после Ниссана, на седьмой день раступилось море, это было 21-го Ниссана, потом закончился Ниссан, 29 дней было, потом месяц Ияр, я родился как раз месяц Ияр, Ниссан это весна, весенний месяц, он обычно выпадает на апрель, а Ияр это месяц, который обычно выпадает на май, и после этого начинается июнь, который после Ияра, это обычно июнь, он выпадает, на иврите называется Сиван, месяц Сиван, и 6-го Сивана было дарование Торы, через 49 дней после исхода из Египта, на 50-й день было дарование Торы. И этот день, значит, Байом Азе, именно в этот день, они пришли в эту Мидбар Синай, почему написано именно в этот день? Помните, когда было дарование мира, было день один, значит, день второй, день третий, день четвертый, день пятый, потом было Байом Ашиши, в день шестой. И говорит Устная Тора, что как раз это уже при создании мира было задумано, что в шестой день, значит, шестого Сивана будет даровано Тора. И тут интересно, знаете, еще какая вещь, что в шестой день же был создан человек, да, в шестой день творения, был создан человек, и он был в раю, а потом ему нужно было только шаббат провести в раю, и должен был начаться новый этап мира, человек вернулся к Богу, все отлично. Но он взял, сел, уже перед самым шаббатом, он сел от плода дерева познания добра и зла, и мир пошел меняться, уже и меняться. В общем, пришли они в этот шестой день получить Тору. Они в этот день должны были исправить грех первого человека. То есть, вообще, дарование Торы, зачем нужно дарование Торы? Зачем нужна Тора вообще, вы спросите? Зачем мне Торос, спросите вы? Вот живет человек, у него есть тело такого обезьяна, которое, ну, очень слабая обезьяна. То есть, человек, если бы он просто по физиологии соревновался бы с обезьянами, то он по физиологии проигрывает всем обезьянам. Обезьяны сильнее намного. Гориллы, шимпанзе, вообще, человека вот так бы побеждали. Но у человека есть интеллект. Это отличие человека от обезьяны. У человека есть интеллект и душа. Поэтому человек, он одел одежду вместо шерсти. Нет у человека шерсти, он одежду одел. Срезал шерсть с этих самых овечек и думает, я на себя одену. Зачем овечкам шерсть? Я сейчас себе сделал шерстяную какую-то рубашечку. Срезал лень. Думают, а лен зачем? Растет, растет. Я, значит, сделаю себе леную рубашечку. И, значит, у человека есть душа. А дальше интеллект, он думает, а чем дальше заниматься? И если человек выполняет свое предназначение и живет для того, чтобы свое материальное вот это тело выполняло заповеди и делает специальные действия, которые связаны с душой, то человек, как бы, за жизнь строит себе духовное тело и потом в него уходит, да, с помощью тора и заповеди. Теперь, значит, первый человек, Адам Решон, он, ему Бог дал всего одну заповедь. Не ешь от дерева познание добра и зла. То есть, ничего тут не меняет, да. То есть, мы сказали, вот тебе мир, пользуйся, но не меняй ничего. То есть, это добро, это добро, зло, это зло. Все. Он говорит, нет, значит, съел от этого дерева и сразу ему стало стыдно. Он начал менять мир. А в человеке же был Бог, то есть, божественная душа была проявлена в первом человеке. И он мог просто, он был, смотрел, думал и сразу все появлялось. И когда у него помутился разум от того, что он отделил себя от Бога, то есть, он вот это дерево познания добра и зла, он начал фантазировать. У него появился то, что называется сила димьона, сила воображения. Он начал себя придумывать. Тут же он придумал, что ему стыдно. До этого он был голый, не было стыдно. Потом бах, он говорит, ой, я стыдно мне, я голый. Потом он еще что-то придумал. Еще, в общем, пошло-поехало. И мы живем в мире, называется это мир лжи, мир иллюзий, которые придумали люди. И Тора, это вернуть человека к Богу, то есть, вывести его из мира иллюзий в мир добро, зло, в мир истины, где все очень четко, ясно и прозрачно. И с помощью вот этого четкого понимания, что из добро, что зло и выполнения заповеди Всевышнего, человек возвращается на ступень. Адам решен первый человек до греха. До того, как он включил свое воображение и начал выдумывать. Теперь, значит, в Айсуме-Рефидим, и выехали они из места, которое называется Рефидим. Рефидим, если его так перевести на русский, название этого места, значит, оно очень похоже на такое место, вот если бы на русском назвали там это место, место Слабати. Значит, деревня Слабати. Слабость, да, тут есть вот корень этот Рефидим, это Слабати. И пришли они в пустыню Синай, и остановились они в пустыне Синай. И, значит, сделал там стоянку Исраэль напротив горы, на которой, гора Всесильного, гора, на которой Машир Абену разговаривал со Всевышним, когда возле горящего куста. И на этой горе Всевышнему сказал, иди, значит, выведи в рейсти народ, и на этой горе вы будете служить мне. И вот они пришли к этой горе, гора Синай, расположились они там лагерем. И обратите внимание, что и остановился там Израиль, не написано народ Израиля, не написано израильтяне. Израиль, остановился там Израиль напротив горы у Моше Алла Айлоим. И Моше поднялся к Всесильному, Моше вышел из своего тела, поднялся к Всесильному. Моше Абену был пророк, который получал пророчество не Всесильный, не Бог в него входил и через его мозг давал пророчество. Моше выходил из своего мозга прямо к Всесильному. В этом была его разница между другими пророками. И, значит, он поднялся к Всесильному в Айкра и лав Ашем Минаар и взывал к нему Бог с горы. То есть он поднялся сквозь вот это все Всесильный и дошел до Бога Творца, который Творец Мироздания вообще это, ну вот самое в Юткей Вавкей, это как бы тот, кто вне структуры Мироздания. И, значит, обратился к нему Бог и сказал, так скажи либет Яков, так скажи дому Якова, так скажи дому Якова, ве тагит и объяви, как бы тагит, это другая форма скажи, ве тагит левне Исраэль и скажи сынам Израиля. То есть непонятно, значит, стоит Исраэль, который как одним словом обозначен, вообще даже не народ Израиля, а стоит Исраэль на стоянке, обратите внимание. Значит, Моше поднимается ко Всесильному к Богу, Бог к нему обращается и говорит, так скажи сыновьям Якова, дому Якова, так объяви сынам Исраэля, сынам Израиля. Сейчас мы разберемся, что имеется ввиду, но мы видим, что как-то он ему, вот, например, я говорю там сейчас Виолетта Варданян, пожалуйста, скажите там в Армении всем, значит, сыновьям Армении и армянам. То есть, а зачем мне говорить, и объявите Армянам, то есть, ну, как-то непонятно, если это сыновья Армении, так они же и армяне, это одно и то же. Но если я так сказал, а Бог же, он не может просто так передать информацию бессмысленно, и мы вот сидим читаем, просто, знаете, он такой, так сказал, так сказал. То есть тут в каждом слове скрыта совершенно структура мироздания, как оно работает. Сейчас мы узнаем, в чем разница между дом Якова и сыновья Исраэля. Он говорит, вы видели, что я сделал Египту, и поднял я вас на крыльях орла, и привел я вас ко мне. Так им скажи. То есть последняя часть мы видим, что вы будете мне царством священникам и народом святым. Эти слова скажи Бне Исраэль. А то, что было впереди, будете мне драгоценностью, значит, если будете слушать мой голос и будете сохранять мой союз, будете мне драгоценностью всех народов, потому что мне принадлежит вся земля. Это надо было сказать кому Бете Акову. А вторая часть, она относилась к Бне Исраэль, сыновьям Израиля. Теперь как, все, на сегодняшний отрывок закончился, завтра будет уже дарование Торы, будет сейчас, все, 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 кстати, интересно. Я сегодня слушал в уроке, что первое, что было перед дарованием Торы, знаете, что было? Землетрясение. Началось землетрясение. И после этого было дарование Торы. Я так думаю, вот как сейчас. Что показывает землетрясение человеку? Оно человека ставит на место. Землетрясение человека ставит на место. Что имеется в виду ставит на место? Люди очень сильно, как бы, высокого, слишком высокого мнения о себе, о своем влиянии на мир, на землю. Каждый человек, который маленький, маленький вообще человечек, который 8 миллиардов людей на земле. И вот каждый маленькая вот эта вот песчиночка из 8 миллиардов думает, что он просто вообще царь земли. А есть, которые вообще прям слишком высокого мнения о себе. И Всевышний периодически, он делает землетрясение. И человек в этот момент все, он понимает, что он как букашка на этой земле, которая трясется, все рушится, все. И он просто ничего не может. Есть благословения, которые говорят во время землетрясения. Говорят так, что благословение, ты Бог всесильный. Что сила его, Бога, и могущество его наполняет весь мир. Как раз вот землетрясение, оно человеку показывает, насколько он незначительный в своих претензиях на управление миром. Насколько человек незначительный в своих вот этих вот планах, там, Гитлер, чтобы стерлось его имя. Тысячелетний рейх, там, парады, какие-то шмарады, все. 12 лет, все, забыли про них, стерлась их память, вообще повесили этих 10 преступников, которые считали себя царями мира, и все. Теперь все вот эти вот диктаторы, эти Александры Македонские, всякие вот эти вот Наполеоны сумасшедшие и так далее. То есть это маленькие такие песчинки, которые почему-то они думали, что они могут кого-то захватить, кого-то победить, кого-то поработить. Там что-то они прям круче их не было, да. Смешно, просто смешно. И вот здесь как раз мы находим вот этот вот момент, значит, на котором я хотел остановиться. Первое, я как раз услышал это в уроке, я вчера послушал Якова Шатайдина, прекрасный урок про то, почему начинается с Итро. Почему начинается с Итро, как он пришел к Маше, глава дарования Торы, начинается, что пришел к тесть Маше и дал Маше совет, и Маше прислушался. Что для того, чтобы получить Тору, первое качество, которое нужно, прям первейшее качество, самое главное, это скромность. Как Маше Робейну был, а нам, Миколь Адам, он был скромный всех людей. И как говорит нам Пертеевод, кто хахам, кто мудрец, а Лумет Миколь Адам, тот, кто может учиться от каждого человека. Потому что ему важно знание, у него нет вот этой гордости, я знаю напыщенности, надутости. Да, как мы, Песах исходит из Едипта, мы убираем хлеб из дома, вот напыщенность, надутость. Только остается вода и мука, маца, сухой клетк, да. Вот такой человек, что... То есть, только такой человек может принять Тору и соединиться со Всевышним, который убирает вот эту свою напыщенность, гордость. Гаву, он может услышать совет тестя, он может услышать совет ребенка, он может понять, что Всевышний к нему обращается. Те дотеха сихали, что свидетельство Бога отовсюду со мной разговаривает, да, только надо услышать. Это первое качество, которое нужно в себе развивать. Теперь, и второе, то, что они пришли из Рефидима, из слабости, они ушли из слабости и пришли, значит, в место в Синае дарования Торы, это второе, что мешает получить Тору лень. Вот есть две вещи, которые прям враги, это гордость и лень, и они мешают человеку получить Тору и начать соблюдать заповеди и соединиться с Богом. Других нету оснований, да, то есть даже я бы лень назвал в первую очередь, потому что человек, который узнает, что надо соблюдать заповеди, да, он такой, не, не, не хочу. А если я не хочу, тогда я уже объясню себе, что это неправда, не надо соблюдать. Теперь ему говорят, ну послушай, ну посмотри на вещи, ну а зачем тогда жить, если не соблюдать заповеди? Какой смысл во всем остальном? Все же бессмысленно. Вот давай Каэлит поизучаем. Кто это Каэлит написал Экклезиас? Царь Соломон, а, слышал, знаю, знаю, не, не, это неинтересно. Все, то есть Гаава, вот эта гордость, что, ну послушай царя Соломона, это же мудрейший. Вот Мишли, мы издали книжку, пожалуйста, кстати, вы можете заказать эту книжку. Мишли, притчи царя Соломона, значит, все деньги идут на развитие Торы, на дзадаку, на распространение Торы. Это некоммерческий проект. И, значит, вот книга Мишли, вся мудрость вообще человеческого этой книги. Один откроет, скажет, ну я поучу, давай посмотрю. Другой откроет, ну посмотрю я, что Моамелох написал, кто это вообще царь Соломон? Да, все, шансов нет, если ты с таким подходом учишься. Значит, еще что, на что обратим внимание. Почему называется Бет Яаков и почему называется дом Яакова и называется сыны Исраэля? Сам, сам Яаков, он был Яаков. Это был человек, который в какой-то момент преодолел свою человеческую природу и поднялся на уровень Исраэль. Исраэль, это сорито им, боролся с ангелами и с людьми и победил. То есть он поднялся на высочайший духовный уровень, на который может подняться человек. То есть он победил полностью свою материальную природу, духовную природу. Он вообще стал Исраэль. Это духовная ступень. Теперь, говорит Малвим, объясняет, что народ Израиля, значит, есть сыны Исраэля. Есть те, которые идут по его стопам. Духовный рост, духовная работа. Это, ну, единицы, да. Раньше были, например, в народе Израиля было три, как бы, ступени. Был простой народ Исраэль, были левиты, священники и были коины, которые заходили в кран. Это, как бы, три градации в духовности. Теперь Исраэль, это высшая ступень. Да, это люди, которые полностью посвятили свою жизнь служению Богу. Они поднялись на такие духовные высоты, что невозможно передать. Есть Бет Яков, дом Якова. Это люди, которые потомки Якова. Евреи и народ потомки Якова. Теперь, значит, сказал Всевышний так. Обратись к потомкам Якова и им скажи, по-простому им объясни, что вам нужно сохранять брит, делайте брит мила, делайте обрезание, слушаться Тору, слушать простые заповеди. И вы будете у меня как драгоценность, но не за счет ваших заслуг, а за счет того, что вы потомки Якова. То есть вы потомки Авраама, Ицкака, Якова. Они доказали свою преданность мне невероятными такими испытаниями, прошли полосу препятствий, и я пообещал, значит, им потомкам, что они будут со мной в союзе всегда. Значит, это обращение к дому Якова, что они, как такая драгоценность, не за счет их заслуг, а за счет просто того, что они потомки Якова. Теперь и обратись к сынам Исраэля, тем, которые поднялись на высочайший духовный уровень, им скажи, что они будут царством священникам и народом святым. То есть это все, значит, есть, называется Медраж, значит, не помню, как он называется. Там написано, что каждый человек, каждый абсолютно, неважно, он еврей, не еврей, он, любой человек может подняться на духовный уровень выше, чем первосвящение, который был в храме. Только все за счет его заслуг. То есть вот здесь все зависит от человека. То есть он может подняться на самый высокий уровень в Торе, вообще не в Нераби Акива, сын принявших иудаизм. Шмай Афтальон, руководитель был еврейского народа, приняли иудаизм. Царь Давид, его бабушка Рут, она мавитянка, которая приняла иудаизм. То есть мы видим, что неважно, ты родился в доме Якова или ты не родился в доме Якова. Если ты родился, то на тебе обязанности. Ты, значит, родился рабами, вы были у Бога, Бог вас вывел, вы были рабами в Египте, стали рабами у Бога. Теперь, если ты хочешь подняться на ступень Исраэль, если ты из дома Якова, то это тоже работа, не каждый может. И те, кто сидят в Ешивах, которые посвятили свою жизнь духовной работе, это как раз Бней Исраэль. Стать Исраэлем может, в принципе, тоже любой человек, это называется пройти Ди-Юр, как Итро прошел Ди-Юр, пришел, посмотрел и сказал, да, тоже хочу служить Богу, значит, именно так, как Бог сказал. Все, это вот сегодняшний урок, то, что мы выучили. Завтра мы узнаем, как было дальше дарование Торы и чтобы было у каждого из нас благословение, чтобы мы были все хорутин такие энергичные, неленивые, то есть лень это вообще очень серьезный порог, да, чтобы мы были скромные, скромные и красивые, чтобы мы были очень скромные. я понимаю, что все от Всевышнего, все от Всевышнего, богатство от Всевышнего, ум от Всевышнего, здоровье от Всевышнего, все от Всевышнего, а что от нас, это выполнять волю Всевышнего, учить Тору выполнять заповеди, делать добрые дела, и полагаться, что даст Бог день, даст Бог пищу, In God We Trust, можно каждый день читать доллары, прям по долларам можно изучать Тору, открываете банкноты там, и написано In God We Trust, Богу мы доверяем, богу мы доверяем богу мы доверяем прямо каждый день можете перечитывать доллары и читать прям по долларам изучать тору все и чтобы было больше у тех кто учит тору чтобы было благополучие во всем здоровье в деньгах в отношениях настроение чтобы было полное счастье все удачи успехов всем и встречаемся завтра с божьей помощью счастлива до завтра и молимся за окончание войны обязательно чтобы война закончилась и чтобы выздоровели те кто пострадали от землетрясения то есть очень важно молиться и посылать мир все время только добро только добро и никакого зла потому что тот кто посылает мир зло зло на него возвращается поэтому надо быть на стороне добра